Привет-привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Лилия Донскова. И сегодня мы посмотрим с вами новинки из каталога Арифлейм номер 9. Это летнее предложение и обновленная серия для юных, молодых и красивых, и не только. Эта серия называлась раньше Color Box, теперь называется On Color. И мы посмотрим с вами средства для тонирования и коррекции лица. И особенно летом, да и не только летом, всегда важно, чтобы кожа лица сияла и выглядела безупречной. Тогда любой макияж уже будет смотреться великолепно. То есть всегда мы начинаем макияж с подготовки нашего полотна или холста кожи. Я вам покажу 4 оттенка новой тональной основы On Color и 2 консилера, которые у нас представлены в помадах, в виде помад. И я думаю, что это будет достаточно удобно. Попробуем сейчас. Итак, давайте рассмотрим повнимательнее новый тон. Это такой пластиковый легкий тюбик. Объем 30 мл, как обычно, как мы привыкли. И что нам компания обещает? Что в тональной основе, насыщенные пигменты, даст нам идеальное покрытие, успокоит кожу и напитает масло ши, а кремовая ухаживающая формула нам поможет нанести тон просто идеально. И я буду пробовать оттенки сразу и на руке, и на бумаге, на белом листе, чтобы максимально вы могли представить, какой это цвет. У меня кожа не сильно загорелая, то есть такой легкий оттенок есть, загара. Вот. И я прям небольшое количество сейчас нанесу на руку. Первый оттенок это у нас фарфоровый. В 388.05, один сюда и один вот сюда, чтобы хорошо посмотреть, какой будет цвет. Знаете, обычно фарфоровый очень белый оттенок, а этот я бы не сказала, что он белый. Большую каплю нанесла. Сейчас чуть-чуть удалю лишнее. Так. Ну вот для меня, для моей слегка загорелой кожи, то он подходит достаточно хорошо. Я не вижу в нем рыжего никакого потона, что очень приятно, нет красноты. Потому что бывает такое, что крем не очень подходит, основа из-за того, что есть какие-то оттенки, которые не подходят для нас. И вот очень удобно посмотреть именно на коже руки, потому что здесь проступают венки. Какие-то вот есть неровности, пигментация. И я вижу, что тон хорошо перекрыл вену. Практически не видно. Хотя слой я нанесла очень-очень тоненький, такими вбивающими движениями. И легла она достаточно приятно. Трудно, конечно же, оценить тон, просто вот нанеся его на руку. Если у меня будет возможность, я попробую на лице, и тогда могу сравнить его с другими оттенками, которые есть в моей коллекции. Так, переходим к следующему тону. Это у нас слоновая кость 38806. Что мне нравится, тюбики легкие такие, невесомые. Буду брать чуть поменьше. Одну сюда капельку, думаю, достаточно. И одну рядышком здесь. Вот, а этот прям такой песочный оттенок. Тут точно нужна загорелая кожа. И сюда нанесу потоньше. Сделаю слой, чтобы было лучше видно. Даже вот в сравнении мы видим, что этот более такой живой цвет, даже какая-то розовиночка, а этот дает мне желтизну. Но опять же повторяю, что кожа у меня очень светлая. Поэтому трудно оценить, какой же оттенок. Следующий тон 38807. Естественно, бежевый. Также берем каплю. Один сюда мазок, а один сюда. Чтобы их не перепутать. А вот этот цвет мне, кстати, больше нравится. Хотя нет, тоже с таким, как бы сказать, с ржаной. Ну, то здесь точно нужна загорелая кожа, однозначно. То есть, если фарфоровый, он подойдет для светлых оттенков кожи прям идеально, то здесь нужно загорать. Но это, мне кажется, летом не проблема под загореть. Тем более, что лето нас балует солнышком, теплыми денечками. По крайней мере, в Саратове у нас. Не знаю, как у вас. Смотрите, какая разница. На бумаге цвет выглядит немножко по-другому, чем на коже. Есть разница. И сейчас они впитаются, и будет уже более понятно, какой же это цвет. Потому что все равно немножко впитывается в кожу. Цвет меняется, он становится светлее. И следующий оттенок теплый бежевый. 388-08. Вот что мне понравилось, сразу могу сказать, что тональная основа не слишком жидкая. И не будет вот таких подтеков, как зачастую бывает в тюбиках, что пачкается вот эта резьба, и выглядит не очень эстетично. Приходится все время вытирать. Здесь же я вижу, что он не льется. То есть, видите, он достаточно густой. Я вот просто надавливаю, и он спокойно обратно убирается. Так, и этот оттенок должен быть самый темный. Давайте посмотрим. Да, так и есть. Капелёшечку сюда. И на руку. Вау! Такой прям ох! Вот что я заметила, что нет такого разнообразия гаммы, а как бы один и тот же тон просто усиливается. То есть, он становится более насыщенным. Потому что бывает обычно в оттенках, я вижу там где-то совсем розовый цвет, в розовый уходит, какой-то в серый. А здесь вот по нарастающей только выделяется фарфоровый. То есть, он как бы вот с розовиночкой немножко. И он, конечно, сейчас на мне смотрится более естественно. Практически исчез с кожи. Надеюсь, вам хорошо было всё видно. И вам это видео поможет выбрать оттенок, подобрать тот, который именно вам нужен. Сейчас чуть-чуть приближу бумагу. Так, а сейчас посмотрим два консилера. Они у нас в стиках. Два оттенка слоновая кость и естественный бежевый. И начнем с того, который посветлее. Ну, во-первых, дизайн. Посмотрим пластик. Помада, кстати, очень приятный оттенок. Такой бежевый. Стильненько смотрится. Помада стик 4,5 грамма. И сейчас посмотрим, какой это оттенок. Тоже нанесу на руку. Наверное, вот так вот. Рядом с тоном. Светлый. Его наносят сверху на тон. Пробуем и здесь, на разных оттенках. И на бумаге. То есть, этот оттенок подойдет для всех светлых типов кожи. А второй, естественный бежевый. Его код 399-14. Сейчас его прям сравню рядышком. Да, он немножко потемнее. И попробуем его тоже на руке. Кстати, не намного сильно темнее. И пробуем сверху по тону. То есть, если нужно что-то замаскировать, спрятать, вскрыть недостатки, например, там веснушки или прыщик какой-то вылез. То есть, сначала прокрываем лицо тоном, а потом уже сверху прокрываем консилером. Кстати, мне он нравится. Очень приятная штучка такая. Я думаю, что этот продукт будет очень популярный. По крайней мере, предыдущие серии Colorbox консилеры, которые были в карандаше, тоже в стике, у меня их очень часто заказывали. Вот такая прикольная серия. Надеюсь, вам она тоже понравится. Будете с удовольствием заказывать для себя и рекомендовать своим клиентам. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Если видео полезное, ставьте лайк. И до новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! Пока-пока! Продолжение следует...